В течение ближайших пяти лет по программе Нурлыжо предусматривается развитие пяти основных направлений в реконструкции дорог по всей стране. Ремонтно-строительные работы на участке Центр-Восток начались в 2011 году. До конца 2019-го специалисты обещают ввести в эксплуатацию более тысячи километров нового дорожного полотна трассы Астана-Усть-Каменогорск. Как строить дорогу, отвечающую всем требованиям безопасности, узнала моя коллега Лариса Гречихина. Новое полотно, отбойники, снегозадерживающие ограждения, развязки – все это обеспечит комфортный проезд на трассе. Совсем скоро он будет доступен каждому автолюбителю. Работы по реконструкции направления Центр-Восток идут полным ходом. Причем в этом непростом деле достаточно нюансов. Чтобы выдержать нормативные нагрузки транспорта и обеспечить бесперебойный проезд, дорожное полотно должно соответствовать специальным требованиям. И главное здесь, как говорят специалисты, дорожная одежда. Дорога состоит, дорожная одежда, в основном из четырех основных слоев дорожной одежды. Это из грунта-минеральной смеси толщиной 30 см, щебеночной песчаной смеси C4, фракции 0,7, толщиной 18 см. И из слоя щебеночной песчаной цементной смеси толщиной 22 см. На прокладку одного километра дороги в среднем уходит порядка месяца полтора, если учитывать все конструктивные слои. На участке Астана-Павлодар дорогу строят под первую техническую категорию с четырехполосным движением. Цементно-бетонное покрытие здесь протянется на 265 километров. Цементно-бетонное покрытие выбиралось на тех участках, где у нас наблюдается высокая интенсивность тяжеловесного грузового транспорта, где осевые нагрузки бьют по максимальному ключу. Один километр цементно-бетонного покрытия автодороги первой технической категории стоит от 600 миллионов тенге. Кстати, проезд по дороге будет платным. Как отмечают в Комитете автомобильных дорог, точная стоимость пока неизвестна, так как в данное время решается вопрос проектно-сметной документации. Каждый километр дорог специально рассчитывается, специально будет приниматься решение коллегиально. Поэтому пока сегодня остановится у нас один легковой автомашина, один километр, один тенге, пока на этом направлении держится. К слову, на содержание одного километра дороги требуется более миллиона тенге в год. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 171 километр дороги сообщением «Астана-Павлодар». С учетом переходящих участков новым покрытием будет обеспечено более 320 километров. В целом же ремонт дороги сообщением «Астана-Павлодар-Колбатау-Усть-Каменогорск» продлится до конца 2019 года. Поэтому автолюбителям, путешествующим по направлению «Центр-Восток», нужно набраться терпения и быть предельно внимательным за рулем. Из 23 тысяч километров дорог республиканского значения реконструкции в этом году подверглись 4000 километров.